Представители Netflix подчеркнули, что закрытие карточного домика не связано с обвинениями Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Это решение было принято несколько месяцев назад и, скорее всего, причина вполне банальна. Последние сезоны были не слишком успешными. Во всяком случае, так считают многочисленные кино и телекритики. Но это не единственная плохая новость для Спейси. Из-за скандала актеры лишили премии Эйми, которую он должен был получить 20 ноября в Нью-Йорке. Теперь к другим новостям. Суд Вирджинии выписал ордер на арест Рос Магоун за хранение наркотических веществ. Полиция Вашингтона начала расследование в отношении актрисы в январе этого года, когда обнаружила наркотики в личных вещах актрисы в аэропорту Вашингтона. Сама же Магоун сейчас активно выступает за права женщин. Она была одной из первых актрис, кто заявил о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. Актриса все обвинения отрицает и считает, что это попытка заставить ее молчать. В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма с многообещающим названием «Очень плохие мамочки 2». Больше всего внимания прессы привлекла Мила Кунис, сыгравшая одну из главных ролей. Теперь героине Милы приходится не только терпеть быт и капризы детей, но и непрошенные советы от своей мамы. Наши героини превращаются в подростков. Знаете, это один из тех моментов, когда вы думаете, что у вас все под контролем. Но тут неожиданно приезжает ваша мама, и вы начинаете вести себя как ребенок. Этот фильм как раз об этом. Во второй части «Очень плохих мамочек» героини вновь бросают вызов обществу и бросаются во все тяжкие. Правда, на этот раз вместе со своими родителями, которые приезжают к ним на Рождество. Селена Гомес рассталась с рэпером The Weeknd после 10 месяцев отношений. Одна из возможных причин – ее воссоединение с бывшим возлюбленным Джастином Бибером. На днях их заметили вместе, причем не где-нибудь, а в церкви Лос-Анджелеса. Носила эта встреча романтический характер или дружеский пара никак не прокомментировала. Но, может, все-таки не зря говорят – старая любовь не ржавеет.